Очень скоро наступит весна, а за ней лето и естественно сезонный отпусков. И многие из вас захотят отправиться в путешествие, в том числе в Европу. Всем привет! Вы на канале Артамона Влог, меня зовут Саша. И сегодня я хотел бы рассказать в формате разговорного видео ответ на часто задаваемые вопросы в комментариях о особенности поездки на автомобиль в Европу, что нас к этому сподвигло, какие нюансы нужно знать и вообще, стоит ли оно того. Поэтому, поехали! Итак, начнем по порядку. Вдохновение пришло после просмотра видео на YouTube, на канале Ведро.ком. Оно, кажется, на тот момент называлось Ведро Шоу, сейчас просто Ведро. Ребята на автомобиле отправились в Европу из Киева. И проехали, не помню, по-моему, больше 6000 км. И все. Увидев это видео, разогрелся. Естественно, желание появилось и захотелось то же самое повторить и проехать на своей машине. Было решено, что через полгода, когда у нас будет отпуск, мы отправимся в это путешествие. Ехать-то мы собрались быстро. А вот что для этого нужно, не знал никто. Единственное, мы начали читать в интернет. Какие документы нужны с тобой, какие нюансы, к чему готовятся при прохождении границы. Информации было много, полезного просто ноль. В итоге пришлось копать на законодательном уровне, касаемо документов, которые необходимы для пересечения границы. Когда мы уже определились с пакетным документом, узнали все нюансы, следующим этапом для нас было проложение маршрута и подсчета общей финансовой затратности. Проложили мы маршрут, естественно, используя Google карты. И также нам в путешествии помогло приложение Maps.me, но об этом немножко попозже. Итак, хотелось бы начать с таких блоков. Первый – это что нужно вести с собой при пересечении границы. Так как мы находимся в Украине, и у нас на данный момент действует без виз, то нам достаточно только биометрический загранпаспорта для пересечения границы. То есть ни визы, ни каких-то дополнительных документов нам не нужно. Касаемо автомобиля. Нужен, естественно, техпаспорт и права. Если у вас машина зарегистрирована на знакомом, на друге или на каком-то родственнике, то необходимо с собой также брать нотариально заверенную доверенность на автомобиль. Либо, если машина находится в кредите, и кредит за это авто еще не выплатили, то необходима выписка из банка о том, что у вас нет задолженности по погашению кредита. Также следующим документом обязательно нужна зеленая карта. В зеленой карте будет указан список стран, которые вы собираетесь посетить. Это просто обычная страховка, которая действует в Европе. По факту проверили только загранпаспорта и техпаспортный автомобиль. Все. Больше никаких документов на границе у нас не спрашивают. Ни на украинской, ни на венгерской. Один из таких вопросов, которые мне задавали, это что нужно везти с собой в машине. Итак, что нужно везти? Первым, это аптечка европейского уровня. То есть, которая будет соответствовать европейским стандартам. Перечень лекарств европейской аптечки немного расширен от нашей. Но по факту, там кроме кучи влажных бинтиков и антисептических салфеток в огромном количестве, ничем она от нашей не отличается. Поэтому мы брали просто на свой страх и риск. Сами собирали аптечку, в которой было все. И йод, и зеленка, и перекись, и уголь активированный, и жгут, и так далее. В общем, все препараты на разные случаи жизни. Далее, огнетушитель. Знак аварийной остановки. Светоотражающий жилет. Для чего он нужен? Дело в том, что если вдруг у вас на автобане, либо на обычной дороге спустят колесо, либо какие-то будут проблемы с автомобилем, запрещено выходить из автомобиля, не надев при этом светоотражающий жилет. Он стоит, стоит он копейки, поэтому лучше его просто купить, и пусть он будет с собой. Ну, насколько я знаю, многие водители и так их с собой таскают. Не знаю, для чего, но в принципе это ваша безопасность, если вы в Украине, либо в России. Поэтому жилет. Также необходим комплект запасных лампочек. В случае, если у вас какая-нибудь лампочка в фаре перегорит, то вы обязаны ее заменить на месте, так сказать, устранить эту поломку. Следующий момент касаемо ксенона. Ксенон в Европе запрещен. Запрещен, и поэтому, если у вас стоит ксенон на ближнем свете, ребята, снимайте. Когда мы ехали на автобане, там расположена определенная, на определенной высоте сетка, которая не позволяла слепить встречки других водителей. Но, даже без автобана, когда мы ездили по обычным дорогам, то особенность настройки фар у людей, а также особенность отсутствия этого ксенона, позволяла ехать просто с комфортом по дороге. Ни разу за всю поездку меня никто не ослепил. Мы ехали и в дождь, и в темное время суток, и никто меня не ослепил. Это при том, что свет в Европе нужно включать круглосуточно. То есть, 24 часа горит свет, если вы едете. Поэтому, если у вас ксенон, выбирайте его из машины вон, и устанавливайте обычный штатный свет. Итак, ну, опять же таки, касаемо вот этих лампочек, огнетушителей, аварийки, этого всего на границе у нас не проверяли. То есть, это, по большому счету, перестраховка ради вашей безопасности, а также, если вдруг вас остановит полиция, в Европе и захотят проверить, ополнили ли у вас комплект вещей, которые необходимо возить с собой. Поэтому здесь решать вам, брать, не брать. То есть, это на свой страх и риск. Следующий блок вопросов-ответов, касаемо платных дорог. В Европе существует два вида платных дорог. Это автобаны и платные участки. Платные участки включают в себя также туннели. Туннели и проезды по мостам. Рассказываю про автобаны. Автобан – это, так сказать, обычная широкая автомагистраль, за пользование которой, то есть на въезд, вы платите определенную сумму. Существует плата двух видов. В некоторых странах есть виньетки, они есть в электронном виде и бумажной. А в некоторых просто плата за участки дороги. Это в том числе Польша. В Польше вы заезжаете на автобан, проезжаете определенный участок, к примеру, километров 100-150, и на выезде вам предоставляется счет, который вы должны оплатить через турникеты. Оплата принимается как в наличной, так и безналичной форме. Вы оплатили, получили маленький чек, за то, что вы оплатили дорогу, и отправились дальше. Если брать Венгрию. В Венгрии автобаны также платны, но в Венгрии существует система электронных виньеток. Как ее приобрести и где? И что это такое? Виньетки продаются на автозапраках, магазинах и в специальных будочках возле автобана. Стоимость виньетки зависит от количества времени, на которое вы ее покупаете. То есть это 15 дней, 30 дней, 2 месяца, полгода и так далее. И еще зависит от типа машины. Как происходила вся ситуация? Мы зашли на заправку, достали с собой техпаспорт на автомобиль, подошли к оператору и говорим, нам нужна виньетка. Даем техпаспорт, указываем количество дней, то есть там на 15 дней нам нужна. Стоила она, по-моему, 11 евро, если я не ошибаюсь. Нам дают обратно техпаспорт и распечатают такой где-то огромный чек. В чеке указана информация о том, что мы оплатили дорогу, наш автомобиль, тип, кубатура, потому что, если вы, допустим, берете виньетку на автобус, то она уже немного дороже. Если на мотоцикле, то она дешевле, в зависимости от объема двигателя, от типа транспортного средства. Но вся информация про машину внесена в электронном виде, то есть на лобовое стекло ничего клеить не нужно. Чек мы взяли чисто ради перестраховки, ну, потому что первый раз, и так, лучше взять, чем не взять. В Австрии также существует система автобанов, на которой покупать же нужно не виньетку, но там виньетка идет в бумажном виде. И купили мы эту виньетку перед границей, в специальной будке, типа киоска. Нам дали маленькую такую наклеечку, которую мы прилепили на лобовое стекло. Как ее лепить на лобовое? Элементарно. Сзади, на обратной стороне этой наклейки, полностью указана инструкция в картинках. Поэтому ошибиться невозможно. Также есть система платных участков. Я уже упомянул Польшу, и есть же в Италии. В Италии, к примеру, много есть платных тоннелей. Под горой Манблан там огромный участок дороги, который проходит внутри горы, и это туннель. Из-за него, естественно, взымается плата. Также есть некоторые участки в горных деревушках, через проезд которой тоже взымается плата. Ну, о платных дорогах, я думаю, все. Опять же, если я вдруг что-то не сказал, или у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментарии под этим видео. Я на все комментарии отвечаю. То есть, и мне приятно, когда я получаю от зрителей, так сказать, фидбэк. Поэтому ни один комментарий не останется без внимания. Следующий момент. Касаемо заправки автомобилей. Многие спрашивали, есть ли в Европе газ. Отвечаю, да, он есть. Особенность заправки. Заправки в Европе, как правило, без операторов. То есть, нету помощников, которые вам помогут залить бензин. Вы подъезжаете на заправку, вставляете пистолет в бак, нажимаете рычаг. Да, сразу. Вы не оплачиваете, вы сначала заправляете. То есть, вы заправили столько бензина, сколько вам нужно. Потом оставили, положили пистолет на место, пошли в этот, зашли на заправку, оплатили у оператора либо картой, либо наличкой то количество бензина, которое вы залили. Движение и скорость. Что тут можно сказать? Ну, смотрите, основные правила. Не нарушать скоростной режим, включать ближний свет, оплачивать дороги. Все. И к вам претензий не будет. Также на автобанах очень много есть парковочных мест. В Австрии это Асфенаги, а в Венгрии это просто обычные парковки для фуры, для легковых. На этой парковке есть столы, лавочки, туалет с водой. В туалете есть мыло, бумага, в общем, все, что вам нужно. Которые, между прочим, каждое утро работники пополняют, убирают, и все там шикарно, В таком месте мы останавливались на ночевку. Поэтому там вполне безопасно и комфортно остановиться. Какой навигации пользовались? Пользовались мы двумя навигациями, Google картами и Maps.me. Google карты, да, плюс их в том, что они как бы указывают все заправки, магазины и так далее. Но минус огромный это в том, что оно просто зверски седает заряд телефона. Просто. Вы пользуетесь буквально там пару часов и у вас все, телефон в ноль разряжается. Конечно, можно стаскать с собой Powerbank и так далее. Мы подключали телефон на зарядку от автомобиля через USB кабель справлялась. Но более щадящий режим у Maps.me. Но к Maps.me нужно относиться, так сказать, с осторожностью. Потому что это та программа, которая вас может завести в такие дебри, в которые вы даже не представляете. Но зато вы получите удовольствие от путешествия. Еще один момент касаемо навигации. Если вы хотите посмотреть всю красоту природы, достопримечательности, те, которые не указаны в путеводителях, ребята, заезжайте в обычные маленькие городочки. Мы когда съезжали с автобаном, это было нечто. То есть в это путешествие, что у нас маленький спойлер, состоится в конце этой весны. Мы собираемся меньшую часть проехать по автобанам, но большую по обычным дорогам. Тем самым хотим посетить провинциальные городочки и увидеть всю красоту страны изнутри. Есть естественно здесь как плюсы, так и минусы. Плюсы это красота, природа, живописность и так далее. Минус это время. То есть почему у вас займет это больше времени? Да потому что ограничение в некоторых городках как 50 километров, так вплоть и до 20. А скоростной режим лучше там соблюдать. Поскольку камер натыкано везде. Вот просто везде. И да, так как допустим мы с Украины и в принципе нам штраф вряд ли пришлют, но может быть такое, что на границе будут проблемы либо элементарно просто в следующий раз нас не пустят. А оно вам надо? Оно вам не надо. Поэтому едем, не нарушаем, наслаждаемся, катаемся. Так ребята, касаемо парковки в Европе. Она сказочно дорогая. Это просто ужас. Если вы собираетесь парковаться в городе, рассчитывайте на то, что местами с вас сдерут 15 евро за час. Но есть выход. Пользуйтесь такой парковкой. Она есть во всех странах. Называется PR Паркинг. Ссылка на одну из таких парковок я оставлю в описании. кому интересно. В чем фишка? Там как правило очень низкая стоимость. Если брать Австрию, то в Вене мы запарковались за 360 в сутки в подземной парковке. Единственный минус это ограничение высоты автомобиля до 2 метров. У нас легковушка, поэтому мы от этого не испытывали никаких комфортов. Даже если у вас ВИТО, Тэшечка какая-то 4-5-6, пожалуйста, вы туда въезжаете свободно, все нормально. Если вы не так, как мы собираетесь ночевать в машине, арендовать жилье, на Booking.com для нас это было просто и быстро, плюс бесплатная отмена бронирования и все интуитивно понятно. Продукты Венгрия такая же по ценам, как и у нас в Украине, то есть цены плюс-минус те же. Австрия что-то дороже, что-то дешевле. К примеру, на тот момент, когда мы были в мае, килограмм огурцов стоил 1 евро. У нас это было где-то полтора евро. То есть огурцы были дешевле. Второй момент, связь. Вы можете оформить как роуминг, но мы над этим не заморачиваться, мы просто пополним себе на пару сотен счет, вдруг чего в интернет мы выйдем. Но интернет есть везде, вот просто везде. Любая заправка это интернет, любой торговый центр это интернет, макдональдс это интернет. И кстати, в любой непонятной ситуации заходите в макдональдс, там всегда есть интернет, всегда есть вай-фай. Единственная особенность интернетом, то что при подключении вам нужно зайти на сайт, просмотреть рекламу, и тогда вы будете пользоваться интернетом без ограничений. То есть элементарно все. Касаемо туалетов, туалеты бесплатные на автобанах, на заправках они платные. Стоимость посещения туалета где-то 50 центов, евроцентов. В макдональдс особенность посещения туалета, да, там 50, там, по-моему, даже евро, если я не ошибаюсь, то 1 евро стоит посещение туалета, но, если вы производите у них покупку, то тогда этот евро вычитается из чеков. Ну, естественно, если вы останавливаетесь в каком-то номере, там, отеле и так далее, там, естественно, тоже есть Wi-Fi, и я думаю, платить деньги за роуминг нет просто смысла. Вы же все-таки как-то едете отдыхать и наслаждаться красотой, а не залипанием в Инстаграме и Ютубе. Ну, в принципе, из всего, что я рассказал, я думаю, все. Больше как бы добавить нечего. Ну, опять же, если я что-то упустил, обязательно напишите мне об этом, я, естественно, отвечу вам. Если вам понравилось это видео, обязательно проставьте комментарий, нажмите лайк, подпишитесь на канал, если вы досмотрели это видео до конца и еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. А также я анонсирую вам следующее видео, так как мы собираемся отправиться в новое путешествие в Европу, которое будет намного круче предыдущего и теперь уже будет, я думаю, качественная съемка, поскольку приловчился уже снимать, хотя бы знаю эту камеру. Вот. У нас будет просто бомбически захватывающее путешествие. И я хочу перед этим снять видео, что мы берем с собой в путешествие. Если вам интересно, то обязательно ставьте лайк под этим видео и ждите нового видоса, который выйдет о том, какие вещи мы берем с собой, что нам необходимо в Европе, чем мы пользовались, чем мы пользовались, стоит ли захламлять этим багажник и так далее. Поэтому, ребята, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписываемся на канал. Всем пока, ждите нового видоса.